Меня зовут Кейлуб Маппин. Я руковожу американской делегацией, руковожу Центром по отношению с общественностью. Хочу искренне вас поблагодарить за прекрасное интервью, которое вы дали Такеру Карлсону. В своем интервью вы дали понять множеству молодых американцев, что наши американские лидеры, и, кстати говоря, они все больше напирают на скандал, а вы предпочитаете долгосрочное и научно обоснованное видение. И для многих молодых американцев это сильно отличается от того, что они слышат у себя, благодаря вашему интервью. Теперь к вопросу. Сейчас между нашими странами достаточно натянутые отношения, и у нас была пресс-конференция в ООН, и есть судебные процессы. Три американца столкнулись с уголовным преследованием. Одному грозит 15 лет тюрьмы просто потому, что они приехали на пресс-конференцию, такую, как здесь. Мы обеспокоены. Я знаю, я говорю от большинства американского народа. Когда я говорю, мы не хотим, чтобы наши налоговые деньги отправлялись на конфликт на Украине, мы не хотим, чтобы наша страна разрушалась изнутри, пока политики тратят деньги на украинскую войну. Я в этой связи не согласен с политикой Байдена не только по Украине, по корейскому полуострову, по Тайваню. Я знаю, что есть возможность мира. На этом фестивале я увидел удивительную вещь. Огромное количество добровольцев, молодых людей, которые проявили любовь к стране, которые просто проявили гражданское самосознание, какую роль могут подобные мероприятия сыграть, молодая дипломатия, как это может подготовить будущую, почву для будущих изменений, в том числе в США, с учетом ожиданий большинства людей, живущих в наших странах. Спасибо. Соединенные Штаты огромная и уникальная страна по-своему. Но 300 с небольшим лет она превратилась в всего-то. По нашим меркам это совсем мало. Но за это время, благодаря таланту американского народа, она превратилась в супердержаву. Это очевидный факт. И мы знаем и выдающихся американских политиков, мы знаем выдающихся американских бизнесменов, деятелей культуры. Это все непреложная вещь. Мы были союзниками с вами в двух мировых войнах, в борьбе с нацизмом, с фашизмом. Что произошло в последнее время? Мы знаем, после войны, после союзничества Соединенные Штаты и Советский Союз начали делить мир, успешно его поделили. И на этом балансе силы построили международные отношения и создали современную систему международного права. Потом Советский Союз прекратил свое существование по ряду причин, в которые я сейчас не буду вдаваться. Это прежде всего, конечно, внутренние причины. Но осталась одна супердержава в лице вашей страны. Как ваши элиты воспользовались этой монополией на мировое господство? Вот в этом вопрос. Я считаю, что Соединенные Штаты не справились с этим грузом ответственности, который оказалось на их плечах. Они создали монополию и стали ее укреплять. Я имею в виду не американский народ, а именно правящие элиты. Но укрепляя вот эту свою монополию, они очень быстро столкнулись с тем, что подавляющему большинству стран мира это не очень-то нравится. И подспудно, постепенно все увидели, что нарастает сопротивление вот такому складывающемуся миропорядку. А все увидели очень многие во всяком случае. Кстати говоря, в том числе и ваши союзники. Они только помалкивают, боятся лишнее слово сказать, потому что зависимость большая в сфере экономики, в средствах массовой информации. Ну, очень много элементов зависимости. Но поверьте мне, я знаю, о чем говорю. Даже и союзникам это все не очень нравится. Ну, так вот. И начались проблемы и сбои. Но сначала правящие элиты Соединенных Штатов решили, что поскольку они теперь имеют монополию на власти в мире, то прежняя система международных отношений, которая сложилась по результатам Второй мировой войны, им уже не нужна. Она не устраивает. Потому что баланс в мире изменился. Вот и все. И надо под себя уже начать перестраивать и международный правовой порядок. Но когда выяснилось, что не всем это нравится, ну, я что имею в виду? Ну, события в Ираке, допустим. Все же там делалось без санкций Совета Безопасности ООН в той же Сирии, в Югославии бывшей. Я сейчас не буду говорить о причинах, но там же не было никаких решений Совета Безопасности ООН. Не было. Но вот Соединенные Штаты сами выпустили этого джина из бутылки. Но если им позволено, то почему не позволено другим странам защищать свои коренные интересы таким же образом? Что происходило в той же Югославии? Мне мои коллеги неоднократно говорили. Ну да, мы делали это без решения Совета Безопасности. Но там же война шла столько лет, 8 лет, кровопролитие. Надо было что-то делать. А когда Россия начала защищать своих людей на Донбассе, где тоже шла война и истребление мирных граждан, детей, женщин, стариков, почему Россия не может это делать, встать на защиту своих людей? Причем не где-то за тысячи километров от своих национальных границ, а прямо у себя рядом, под носом. Тем более люди к нам повернулись и ждали этой помощи. Не хочу сейчас вдаваться в детали. Хочу сказать только о том, что если понимание того, что мир не может управляться из одного центра, и это даже вредно для самого этого центра, потому что начинает подрывать его основы. Я вот в интервью вашему журналисту, господину Карлсу, он как раз и говорил о том, что доллар подрывается. Ну, запрещают расчеты в долларах. Зачем они это делают, ваши начальники, совершенно непонятно. Ну, то есть, понятно, хотят достичь быстрого результата, а результата не добиваются, а только подрывы власти доллара добиваются. Это результат обратный, ожидаемому, и так по очень многим направлениям. Я считаю, что это ошибочная политика. Но молодёжь, вот если к вашему вопросу вернуться, конечно, очень многое может сделать. Я сейчас не хочу вмешиваться во внутриполитические процессы, не хочу давать характеристику тому, как ведут себя кандидаты в президенты. Это особенности внутренней политической культуры США. Ничего больше. Но молодёжь, конечно, может вносить свою лепту в выстраивание межгосударственных отношений. Как? Да очень просто. Просто заявлять свою позицию внутри страны в рамках закона и конституции. Своих стран или своих стран. Только так нужно действовать. Мы ни в коем случае не призываем к каким-то акциям неповиновения. Но свою позицию в демократической стороне человек может сказать? Может. Так и нужно делать. И думаю, что вот это и будет создавать такие негосударственные формы контактов, которые создадут условия для того, чтобы выравнивать отношения и на государственном уровне. Спасибо за вопрос. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!